Здесь представлены внутри основные фотографии, как это выглядело ранее. Было старое дорожное полотно. Вот эта вот у нас дорога уже идет на границу. Вот там уже пост казахского пограничника. Говорящие сами за себя до и после. Объект стратегически важный. Подъезд к пограничному переходу между Россией и Казахстаном в Третьяковском районе. Это первый в Алтайском крае проект по приведению в нормативное состояние приграничных зон. Площадки комиссии КВУ Алтайавтодор просят вас на то, что принять движение и разрешить открыть рабочее движение на данном участке. Спасибо, Сергей. Прокладывайте больше. Открывайте движение. Пока движение рабочее, но до 30 октября оно будет открыто полностью. На объект было выделено более 140 миллионов рублей. Важно, что теперь дорога будет не только безопасной, но и удобной. На участке появились освещения, туалеты и парковки. Была обычная двухполосная дорога и водители, ожидая очереди на досмотр, стояли просто на обочине. Тем самым, создавая риски аварийных ситуаций. Сейчас, на сегодняшний момент, данные риски исключены. Еще один крупный дорожный объект накануне сдали в Рубцовске. Участок длиной почти в полтора километра, который идет от ЖД переезда по улице Сельмашской до выезда из города. Теперь здесь не только новая дорога. Появились пешеходные дорожки, оригинальные остановочные павильоны. Также установили видеокамеры, которые позволят отслеживать погодные условия на дороге. Основная особенность этой дороги заключается в том, что она является связующим отрезком между участками федеральной дороги. И так как по городу Рубцовску проходила эта дорога, она была в ненормативном состоянии, требовала ремонта. Трафик автомобилей очень большой. Данный участок обошелся в 115 миллионов рублей. И все работы стали возможными только после того, как местную дорогу передали на баланс края по поручению губернатора Виктора Томенко. Мы здесь не говорим не только о городе. Здесь у нас транзитный поток транспорта из Казахстана. Здесь рад районов у нас за нашей спиной сейчас. Поэтому такое поручение было дано. Плюс этим поручением мы облегчили финансовую нагрузку на город Рубцовск, к счастью, содержание автомобильных дорог. Плюс у нас здесь пост весового контроля, который позволяет нормативное состояние проводить тот транспорт, который перевозит груз, сохранять дороги не только Рубцовска, но и Алтайского края. Почему? Потому что трафик здесь довольно серьезный. Мы стоим на точке, где ежесуточный проезд автомобилей более 4000. Добавим, что в следующем году ремонт этой дороги продолжится. Также в следующем году в Алтайском крае отремонтируют еще два международных автомобильных пункта пропуска в районе Горняка и Славгорода. Ирина Корчогина. День с толком.